С точки зрения повестки дня, трёх дней работы Государственной Думы, если у вас нет специальных каких-то вопросов, я не вижу необходимости что-либо комментировать, либо рассказывать о каких-то прорывных законодательных инициативах, либо законопроектах. А вот с точки зрения того, что у нас происходит вокруг надвигающегося съезда партии «Справедливая Россия», я хотел бы два слова сказать. Как вы, наверное, слышали, Петербургское региональное отделение провело конференцию, и как-то очень странно, закрыв конференцию, приняла, насколько я понимаю, некое открытое письмо делегатам съезда, тем самым, называя вещи своими именами, устроила бурю в стакане воды. Очень печально, что эта буря в стакане воды устроена по инициативе руководителя регионального отделения, моей коллеги Оксаны Генриховны Дмитриевой. О чём я говорю? Дело в том, что у нас 26-27 октября проходит плановый, очередной съезд нашей партии, на котором, соответственно, уставам слагают полномочия все руководящие органы партии, председатель партии, председатель палаты депутатов партии, Центральный совет партии, бюро Центрального совета, президиум Центрального совета, Центральная контрольная региональная комиссия – все без исключения. В том числе, как я уже сказал, Николай Владимирович Левич сложил свои полномочия, я сложил свои полномочия, и, естественно, мы будем избирать. Я не исключаю, что в первый день съезда мы внесём определённые изменения в устав нашей партии. Какие это будут изменения, пока рано говорить, работает в плановом порядке, обратите внимание, рабочая группа, которая давным-давно была сформирована руководителем рабочей группой, депутат Государственной Думы Валерий Карлович Гартунг, и вот уже в соответствии с новыми изменениями в устав, ну, например, я допускаю, что появится норма о том, что, как правило, руководящие органы партии персональные в персональном качестве выдвигаются на альтернативной основе. Возможно, будут какие-то ещё изменения, но какие они будут, пока говорить ещё рано. Одним словом, вот когда происходят такие странные вещи, как с конференцией в региональном отделении Петербурга, после которой идёт огромный выхлоп очереды публикаций о расколе в партии, о каких-то вообще процессах негативных, я ещё раз хочу напомнить, наша партия молодая, очень демократическая, у нас идут естественные процессы роста, у нас нет никакой узурпации власти, у нас нет никакого вождизма в нашей партии, всё идёт штатно, никто добровольно слагать в себя полномочия не обязан, потому что все это сделают в соответствии с уставом, прямо на съезде нашей партии. Поэтому, когда я говорю о некой буре в стакане воды, это действительно соответствует действительности. Ну, собственно говоря, наверное, пока всё. Единственное, что, наверное, вас тоже будет интересовать, я об этом написал, по-моему, вчера в Твиттере, если делегаты съезда сочтут возможным поддержать мою кандидатуру, я готов и не исключаю того, что буду выдвигаться на пост председателя партии «Справедливая Россия». Можно сразу уточнить, значит ли это, что, как вот писалось, о том, что партии становятся единым начальством и уберут вторую должность, которую вы сейчас занимаете, оставят председателя? Ну, давайте мы с вами вместе вспомним, откуда родилась вот такая интересная функциональная составляющая председателя Палаты депутатов, пост, который занимаю сейчас я. Дело в том, что на том съезде, когда мы это делали, в тот момент я занимал пост председателя Совета Федерации. И для того, чтобы вот некого дуализма не было, мы решили, что я формально ухожу с поста председателя Совета Федерации, остаюсь неформальным лидером, ну и для того, чтобы работала система сдержек и противовесов, как, собственно, закладывается во многих конституциях и вообще абсолютно нормальный режим, были заложены, прямо скажем, эксклюзивные, исключительные полномочия у председателя Палаты депутатов. В чём они заключаются на сегодняшний день? В том, что практически я мог бы на протяжении двух с половиной прошедших лет отменить практически любое решение, кроме решения съезда, любого органа партии, включая решение председателя партии, того или иного коллегиального органа. Кстати, здесь очень уместно обратить ваше внимание, что ни разу я этими полномочиями не воспользовался. А о чём это говорит? А о том, что это получилась некая мёртворождённая схема, которая абсолютно не нужна. И вот то, что вы называете возвращением к единоначалью, всего скорее, с моей точки зрения, речь должна идти о том, что Палата депутатов, безусловно, останется. Председатель Палаты депутатов останется. Будет ли это совмещенная дочь с председателем партии? По-моему, не надо этого делать, потому что это отдельная большая работа с депутатским корпусом. Вот смотрите, что у нас вообще происходит с точки зрения партийной работы. Вот идёт создана партия, идёт партийная работа, организационная работа для того, чтобы партия существовала. В чём главная задача партии? Участвовать в выборах, побеждать, брать власть. Это уже избирательная процесса. А результатом этой работы что являются? Избранные депутаты различных уровней и, в том числе, губернаторы. Ну и, собственно говоря, коль скоро у нас есть Палата депутатов, вот эта депутатская работа с депутатским корпусом, это правление должно вести. Я думаю, что мы, безусловно, сохраним этот институт. Похоже, мы его тоже неким образом переорганизуем, потому что сама жизнь подсказывает, что это нужно делать. Но таких полномочий, которые сегодня есть, как резервный некий вариант, уже они не нужны, их не будет. Вот, собственно, о чём будет идти речь. То есть эти полномочия перейдут обратно к председателю? У председателя никаких дополнительных полномочий не будет. Вот у председателя, какие сейчас есть полномочия, они и останутся. Сегодня, на сегодняшний день, была заведена норма, когда появляется некая возможность председателю Палаты депутатов вмешаться в процесс партийной работы на любом этапе и отменить, как я уже сказал, если хотите, право вето. Так вот, это право вето. У председателя он действует в соответствии с уставом, он выполняет решение съезда, он выполняет программу, есть коллегиальные органы партии. Кстати, абсолютно точно, вот работе более эффективной, я даже могу сказать, более демократичной работе коллегиальных органов партии у нас обязательно будет уделено особое внимание, в том числе и во время внесения поправок устав. Какие ещё вопросы, коллеги? Вы, наверное, обсуждали с Николаем Владимировичем эту ситуацию? С Николаем Владимировичем мы обсуждаем ситуацию в режиме онлайн и режиме нон-стоп два с половиной года, после того, как он стал председателем партии. Но вот что он думает по этому поводу? Готов ли он сложить себе полномочия? Дело в том, что никто никого не спрашивает, не сами мы друг друга, готовы ли мы, потому что мы это сделаем в соответствии с уставом. Мы все полномочия слагаем. Да, но я имею в виду, когда будут выборы... Ну, а если вы обратили внимание, мы планируем избирать на альтернативной основе. Интересно будет на съезде, я вам говорю, приходите. Будет интересно. Другой вопрос. А на какую должность вы будете предлагать? А я ни на какую пока не собираюсь предлагать. Ни на какую не предлагаю. То есть вы не надеете, что сами делегаты съезда... Сами делегаты съезда, и вон какой должность вы будете предлагать? Ну, давайте, смотрите. У нас Николая Владимировича на всякий случай дура заместителя председателя Государственной Думы. Нет. Хороший должен. Мы хотим понять, как будет... Я пока не знаю. Более того, я ведь даже про себя говорю в таком сослагательном наклонении, что я высказал свою личную точку зрения, что я готов. Я считаю, что... Я не исключаю такого варианта. А вот что касается Николая Владимировича, мы пока этот вопрос не обсуждали. Вы тоже не исключаете такой вариант, что ему какую-то должность его выгонят? Конечно, не исключаю. Например, он будет членом Бюро, членом Президиума Бюро. А может быть, будет еще кем-то. Пока не знаю. Вы сказали на альтернативной основе. Кто, кроме вас, какой-нибудь кем-то кандидат? Вы же слышали, что Оксана Генриховна заявляла, что вроде бы как она готова. Посмотрим. Вы же читали публикацию. У нас там и Михеев называют, и Агеев, и Гартунг, и... Кто у нас еще там? Романович называется. Видите, сколько много. Интересно. Посмотрим. Съезд будет решать. Сначала, я думаю, что алгоритм... Ну, сувереннее, я думаю, а это тоже в соответствии с уставом. Сначала мы проведем Президиум Центрального Совета, на котором как раз будем рассматривать а, изменение в устав, б, уже ориентировочно ориентируясь на возможно утвержденные съездом изменения в устав, какие-то варианты кадровых предложений для съезда. С кого мы будем избирать? В каком количестве? В каком составе? Вот сегодня руководитель рабочей группы Валерий Карлс-Гартунг мне подробно рассказывал о тех наработках, которые поступили. Кстати, должен сказать довольно критично в адрес наших коллег из региональных отделений. На сегодняшний день менее десятка региональных отделений подготовили свои изменения в устав. Остальные считают, что ничего менять не надо. По крайней мере, тогда понимая их молчание, как за знак согласия. Вот все вроде говорят, что что-то не так, нужно менять, а как-то вообще снизу не очень это видно. Но зато из тех семи региональных отделений, которые подготовили свои предложения, там есть очень дельные, очень интересные и, мне кажется, очень дееспособные решения, которые вообще там даже меняют, в том числе структуру коллегиальных органов нашей партии. Некая новизна появится. Поэтому пока я не буду всего рассказывать, потому что это всего лишь предложение. Но то, что я уже сказал, проанонсировал, что на съезде будет интересно, не случайно мы все спороводим два дня. Я думаю, что будет большая жаркая дискуссия. Вот у самой разные идеи и предложения. Я нисколько не сомневаюсь, что будут горячие споры по уставу. Я не исключаю, что мы внесем какие-то дополнения, изменения в программу нашей партии. Она не менялась у нас с 2006 года. Уже прошло 7 лет, довольно большой срок. Так что будет интересно. Какие еще вопросы? Как вам будет стакан в адрес с Царой Генриховичем? Вы не разговаривали? Ее поскольку как она... Ну, сегодня у нас сегодня фракция. Мы обычно такие вещи на фракции обсуждаем. Вот сегодня до фракции вы как раз на эту тему поговорим, потому что это очень важный предмет для разговора. Зачем так делать? Зачем постоянно, если это не первый раз, какие-то высказывания, и потом понеслось куча публикаций. Но такое ощущение нам не хватает, нам хватает, вернее, наших оппонентов из разных других партий, чтобы они еще внутри, сами создавали себе на ровном месте какие-то ненужные дискуссии, либо ненужные негативные публикации о нашей партии. Я еще раз хочу сказать, никакого раскола в нашей партии нет и не будет. А вот когда появляются вот такие высказывания, видимо, не очень от большого знания устава, то естественно возникают, конечно, вопросы. Коллеги, какие еще вопросы? Скажи, пожалуйста, вы, наверное, не коснутили со съездом КАТРПВА в Единой России. Вот, может быть, свои какие-то впечатления с вами поделитесь? Может быть, вы какой-то опыт перед своим съездом что-то взяли как нужно, как не нужно? Вот, может быть, с этой точки зрения что-то есть? Я, скажу честно, как-то особо не следил. Но я обратил внимание на то, что президент страны встретился с руководителями первичных организаций партии Евгения России, а на сам съезд не пришел. Вот на это я обратил внимание. А что там дальше происходило, как-то, ну, они пускай там сами занимаются своими вопросами, у нас хватает тем и работы для подготовки нашего съезда. Так что так. А бюджетом вы пока никак не занимались? Нет, бюджетом уже у нас рабочая группа работает. Но я пока не буду говорить, потому что будут, к сожалению, пока только общие слова, вам это тоже интересно. А альтернативный бюджет будет? Готовится предложение, готовится. Готовится предложение по подготовке такого альтернативного бюджета. Насколько мы сочтем необходимым, реально его готовить, но это тоже мы посмотрим. У нас таких нету. У нас все читались еще раньше. Хорошо, коллеги. Еще какие-то вопросы? Ну, разве что вот стало известно, что президент принял в ГЗН закон о проекте объединения арбитражного, шеварбитражного и верховных судов. Вопрос в связи, как вы считаете, зачем вообще нужно это объединение? И как скоро могут принять такой документ? Я считаю, что объединение такое нужно по одной простой причине. У меня в почте за последние годы, я бы сказал, это почти десятилетие, очень много таких обращений, когда Верховный суд принимает, или суд общей юридикции принимает одно решение, а потом по сути, по этой же проблеме, арбитражный суд принимает противоположное решение. Получается коллизия двух решений, а зачастую коллизия двух решений, двух высших судов, Верховного суда и арбитражного суда. Не представляется, что должно быть некое единообразие. Я не скрою, мне очень понравилась мысль, высказанная, по-моему, кстати, президентом, здесь я как-то, да, по-моему, это президент сказал, о том, что если речь идёт об объединении Верховного суда и Высшего арбитражного суда, это не значит, что все суды, соответствующие юридикции и дислокации, на местах тоже должны объединяться, потому что здесь, во-первых, это будет, ну, любое объединение, это парализует работу судебной системы совершенно точно. И вот в этой связи объединения Высших судов, чтобы не было разночтения, чтобы у них была, как бы, это была единственная структура, мне предстоит целесообразно. Как это всё будет проистекать, ну, я ещё, честно скажу, внимательно с тех, кто с законом не знакомился, сейчас будут как раз и раздеваться. Да, ну, тут много денег стоит, у нас какой-то бюджет расход сокращает, а тут только так выделяем какие-то уменьшенные суммы на переезды, плюсы ещё, как Вы знаете, совпало, что почти одновременно было сказано, что, типа, всем в России нам надо стянуть пояса, да, там, значит, пусть партнер... Ну, это как раз вопрос уже к бюджетной политике и к тому, как мы расходуем и так не очень значительные средства, потому что мы критикуем, вот, скоро за это, что у нас про граждан наших, которых замучили уже новые формулы пенсионные, как-то думают в последнюю очередь или хотят их обрадовать, так называемым, энергопайком. А вот как зарплату повышать чиновникам-то, тут, здравствуйте, пожалуйста, очень быстро. Нам кажется, что это неправильно, не те приоритеты. А Вы, например, с энергопайком будете так бороться? Конечно. Нам абсолютно не нравится эта идея. Вы знаете, что сейчас в шести регионах вместо семьи пройдет эксперимент, некий пилотный проект. Каждый субъект федерации сам рассчитывает количество киловатт-часов в расчете на человека, на члена семьи, за который будет льготный тариф. Меня удивляет этот разброс параметров, и когда я слышал там и про 70 киловатт-часов, и какие-то еще даже цифры, то это явно люди, плохо представляющие себе, как это сегодня функционирует любая российская семья, сколько техники, с учетом еще летних периодов, когда кондиционеры, там просто нереально уложиться в этот энергопайок, и мы не приветствуем саму идеологию. Получается, это такой обман. С одной стороны, будут говорить о том, что, смотрите, какой хороший низкий тариф на электроэнергию, но все же реально понимают, что затраты каждой семьи будут значительно больше, чем вот этот минимум. А все остальное, а там вообще никаких ограничений, там вообще монополисту повышай, как хочешь, и будут драть, как в таких случаях говорят, решкуры. Это неправильно. Поэтому будем возражать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!